Рабочее место школьника. Сегодня обсуждаем его. Актуален, как никогда, потому что до 1 сентября остался месяц. Возможно, кто-то уже закупился столами, у кого-то не уже есть. Но наверняка кто-то сейчас задумывается о том, чтобы обновить комнату к 1 сентября. Так что погнали, буду рассказывать свои идейности. Кто не в курсе, я мать трех детей. У меня есть один 12-летний человек и два 10-летних человека. Поэтому кое-что в реальных школьниках я понимаю. Чаще всего, когда я вижу, как люди выбирают рабочее место для школьника, я с этим категорически не согласна. Что мы видим в среднем по больнице? Это, как правило, стол с огромным количеством ящичков, тумбочек, надстройщик. Тут мы будем хранить учебники, тут книжечки, тут карандашики. И все вот так, как будто бы суперидеально. И располагается это традиционно у окна. Для правшей так, чтобы свет падал слева, а для левшей так, чтобы свет падал справа. Оно как бы все верно, но верно не сейчас, а там 10-15 лет назад. Так же, как там 10-15-20 лет назад было совсем не актуально, уже было совсем не актуально то, что было там еще на 10-20-30 лет раньше. Знаете, я когда пошла в первый класс, в первый класс я пошла в 90-м году у нас в школе, еще стояли парты, такие, которые монолитные, как парты с откидными крышками и с дыркой для чернильницы. Понятно, этой чернильцей уже никто не пользовался, уже все писали обычными шариковыми ручками. Потом мы парты постепенно поменялись. Сейчас, если прийти в школу, то оборудование в школе уже совершенно не то, что даже было, когда я училась в 90-м году. Я когда детям рассказываю, что мы писали мелом на доске, и была такая вот вещь, ну типа пойти на полурока полоскать тряпку, это же вообще было, я не знаю, но мне кажется, все так делали. Поднимите руку, кто так делал. Мои дети уже совершенно не понимают, что это такое, в смысле как это, потому что они все пишут на маркерных досках, у них какие-то электронные доски, и вот это мелками, это вот там на улице во дворе поиграться, порисовать. Так вот, то же самое происходит и с рабочим местом. Начну с расположения. Это комната моей средней дочки. Как вы видите, рабочий стол расположен не у окна, при том, что у окна есть еще один рабочий стол. Я не буду рассказывать все эти перетурбации, почему так оказалось, потому что детям я даю полную свободу перестановки и перемещения между комнатами. Когда-то мои младшие двойняшки жили тут вдвоем, относительно недавно они разъехались по разным комнатам, но в этой комнате осталось два стола, они так решили. У второй стол есть, не переживайте, все со столами нормально. Короче, у моей средней дочери два стола, но как вы видите, тот стол, который у окна, он используется в качестве дома. Вот есть замечательная скатерть, которая из любого стола делает дом. Кстати, вещь рекомендую, но сейчас речь не об этом. Основное рабочее место расположено вот тут. Почему? Почему не у окна? Ну, смотрите, во-первых, сейчас огромное количество современных светильников. То есть, если в моем детстве это была обычная настольная лампа с лампочкой накаливания, которая, да, не давала такого качественного света, то сейчас найти настольную лампу с качественным светом не проблема. Только если это не аккумуляторная лампа, потому что я хотела ее тут поставить вам, чтобы показать, но найти я ее не могу. Потому что у моих детей аккумуляторные лампы от Эгла. Мы их, кстати, неоднократно пиарили, рекламировали. У них появилось с тех пор, как я показывала вот эту конкретную лампу, у них появились еще, по-моему, какие-то модели. И это на самом деле вещь. Почему? Что дети далеко не всегда делают уроки именно за столом. Или даже если делают уроки за столом, они часто там рисуют, что-то мастерят. Не знаю, где угодно. Разве что не на потолке, там на кровати, на полу, в соседней комнате, в коридоре, где угодно. И для спокойствия материнских нервов, чтобы не было вот этого вот типа в темноте не рисуй, не пиши, не читай, потому что зрение испортишь и все такое прочее, эта лампа просто великолепная. Поэтому сейчас с выбором настольной лампы проблем нет совершенно. Вы можете найти вообще абсолютно любое и не обязательно привязываться к окну. Да, в Эгла вы можете получить скидку 10% на товары по полной цене и дополнительно 3% к скидке на товары, которые есть уже со скидкой. Все адреса, где вы можете получить эту скидку, указаны на экране. Также вы можете получить скидку в интернет-магазине. Когда вы оформите заказ в комментарии для менеджера, либо когда менеджер с вами свяжется, говорите, что мы от Ксюши просто ремонта, и вам пересчитают цену на более выгодную, что круто и здорово. И так дальше. Почему не только не обязательно привязываться столом к окну, а порой даже нежелательно? Потому что сейчас обучение – это не только книжки и тетрадки, но еще и компьютеры, ноутбуки и планшеты. А вот как раз-таки экраны, они очень сильно солнечный цвет из окна не видят. Я думаю, все те, кто работает за компьютером, прекрасно знают, что сидеть с ноутбуком у окна, или знаете, как вот эти вот мечтательные картинки, типа «я удаленщик, я с ноутбуком сижу на пляже и прекрасно работаю». Кто хоть раз реально пытался работать на пляже, те все прекрасно знают, что это просто невозможно. Даже сидеть там, смотреть какие-то письма рабочие, разбирать в телефоне на пляже просто совершенно невозможно. Поэтому даже если у окна – это единственное место, где вы можете расположить рабочее место ребенка, то обязательно предусматривайте затемнение. Там, не знаю, шторы, рулонки, жалюзи, все что угодно. Потому что даже если ваш ребенок идет только в первый класс, вы оглянуться не успеете, как заниматься он будет не только с книжками, тетрадками, но и с ноутбуком или планшетом. А, возможно, он уже занимается с ноутбуком или планшетом, потому что мои дети, у них были и какие-то занятия с логопедом онлайн, и занятия английским онлайн, и какое-то бесконечное количество обучающих курсов, которые сейчас, в возрасте 10 лет, они уже порой сами находят. Вот у меня сейчас дети… Ладно, я не буду, а то скажете, что реклама. Ну, короче, занимаются на различных курсах, иногда сами находят и такие, мама, я хочу теперь учить китайский. Ну, вроде как я, как мать, всегда это поддерживаю. Поэтому стол, если есть возможность, располагайте не у окна, потому что дополнительно осветить его легко, а затемнить порой намного сложнее. Вы, кстати, еще не забывайте, да, что когда у вас стол стоит у окна, даже если вы повесите рулонки, чтобы дотянуться до вот этой вот термилки, ну, придется достаточно сильно тянуться, особенно если стол достаточно глубокий. Про глубину я сейчас чуть дальше сейчас расскажу, это тоже супер важно. Поэтому, если все-таки он стоит у окна, если все-таки рулонки, постарайтесь предусмотреть пульт, это очень сильно облегчит существование. Размер и структура устройства стола. Мое личное мнение, должен быть максимально простой, максимально большой стол, который помещается в комнату. Почему максимально большой, понятно, потому что у нас тут книжки, тетрадки, тетрадки, я не знаю, там, все для творчества, все для нетворчества и вообще все, что угодно. Этот стол мы просто перед съемками специально прибрали. Так, у меня абсолютно нормальные деньги, абсолютно обычные. Этот стол абсолютно нормально завален примерно всем подряд, несмотря на то, что сейчас лето и вроде как еще не учеба. Ну вот, вы видите, обычно это примерно вот так. У меня есть какое-то количество фотографий из реальной жизни, не вылизанные вот для вас, для картинки. Но, понятно, это идеальный мир, когда у нас влезает максимально большой стол. Этот стол 80 на 140, он прекрасно сюда влезает. Это достаточно большая комната, более того, у моего ребенка два стола, поэтому разложиться тут можно максимально бесконечно. Хотя, на самом деле, даже этого порой не хватает. Не хватает, мне кажется, что дети, они способны заставить вообще абсолютно все, сколько бы им горизонтальных поверхностей не дали. Так вот, если все-таки идеального мира нет, и вот влезает все то, что влезает. У меня был период жизни, когда я жила в очень небольшой квартире. Давайте разбираться, что принципиально важно. Глубина. Глубина, на мой взгляд, она даже намного важнее, чем ширина. И если у вас не влезает очень глубокий стол, а влезает только 60, стол 60, это очень частая история, пожалуйста, не надо его брать с дополнительными вот этими всякими полочками, надстройками и так далее. Потому что он и так у вас как бы не сильно глубокий. А если вы еще часть занимаете вот этими различными полочками, то его глубина еще сильнее уменьшается. Вот давайте сейчас посмотрим. Вот у меня есть прекрасная рулетка. Вот. Вот стол 80. Если он становится 60, он становится вот такого размера. Вот смотрите, мы тут сымитировали стол глубиной 60. Если вспоминаем мое, ну, я думаю, многих из вас ваше детство. Что у нас было? У нас были вот такого формата тетради, не такие красивые, ну, такого же формата, и были учебники. Примерно вот такого формата. Это книжка кошки. Вот. Ну, представь, что это учебник. Который мы ставили вот так вот на подставочку. И казалось бы, все прекрасно, замечательно. Вон еще сколько места. Мы сейчас туда, значит, поставим какие-то карандашницы, что вот стояло у нас обычно, да. Вот эти полочки, надставочки. Все это прекрасно. И кажется, да, все замечательно. Вот так оно и есть. Но сейчас дети учатся немножко по-другому. Сейчас тетради вот такие вот большие А4. И учебники сейчас тоже, мама подтвердят, они не вот такие вот маленькие в жесткой обложке, а, как правило, они формата А4 тоже в мягкой обложке. Для того, чтобы детям было легче носить их в школу. У меня нет второй тетради в мягкой обложке. Учебники все сдали. Ну, представим, что это у нас учебник в мягкой обложке. Соответственно, поставить его на подставку уже неудобно. У них есть вот эти вот рабочие тетради, у них есть учебники. Вот мы сложили, и что? Вся поверхность 60 у нас уже занята. Сюда уже не поставить ни карандашницы, ни вот эти вот все надставочки, вот эти все полочки и все, что очень часто на этих столах предусмотрено. Очень много таких моделей я вижу в продажах. Глубина 60, и тут у нас еще сантиметров, там, не знаю, 15-20 отрезано. Все, мы на него уже не влезаем. То есть, если глубокий стол, ну, никак не влезает, только 60, не надо выбирать модели с этими всеми настройками. И постарайтесь вытянуть его тогда в длину, чтобы все вот эти вот карандашницы и хранения убрать вбок. Потому что вот это вот расстояние 60, это, наверное, минимальное для того, чтобы положить современные рабочие тетради и современные учебники. С различными настройками разобрались. Теперь, почему я против тумбочек, которые вот слеплены со столом, которые часть вот этой вот конструкции. Ну, во-первых, далеко не все дети готовы аккуратно раскладывать свои там канцелярские принадлежности и тетрадки по ящичкам. И если все равно у них вот там вот абсолютный хаос, то этот же хаос может быть и в какой-то корзине, и как-то еще. Ну, то есть, если они тумбой не пользуются, то зачем она им? Во-вторых, не то чтобы я, в принципе, против тумб, я против именно тумб, которые вот являются частью стола. Мне очень нравится вариант с подкатной тумбой, потому что, опять же, если ребенок готов раскладывать, прекрасно пусть раскладывает. Если он не готов раскладывать, прекрасно одна из трех тумб, предназначавшихся моим детям, стоит сейчас у меня в кабинете, я ей прекрасно пользуюсь. Появилось вот это вот желание все раскладывать, окей, тумба опять появляется. Если у вас небольшой стол, минимальный стол, то подкатная тумба позволит на момент приготовления уроков или творчества это место освободить. То есть, просто вы ее выкатываете, ставите куда-то вбок, у вас появляется вот эта вот дополнительная горизонтальная поверхность, там, для карандашницы, для каких-то еще... Короче, для всего, чего угодно, чтобы освободить как раз-таки вот эту вот глубину. То есть, у вас гораздо больше вариативности. Вы можете хоть две подкатные тумбы туда подкатить и выкатывать их именно на то время, когда нужно за столом сидеть. Опять же, стол у вас получается с максимальной возможной рассадкой. То есть, ты можешь сидеть тут, можешь сидеть тут, можешь сидеть с торца, можешь сидеть откуда угодно, можешь сидеть вдвоем, втроем. И как угодно, если детей больше, чем один в семье, или к ребенку приходят гости, то они могут вместе там что-то творить, вытворять и придумывать. По этой же причине я предпочитаю столы, у которых нет вот этой вот торцевой большой панели. Тут на самом деле такая история. С одной стороны, когда у вас нет вот этой вот торцевой сплошной панели, то у вас и сбоку может тоже кто-то сесть, еще один ребенок, или вы для того, чтобы что-то вместе с ребенком поделать, или помочь ему с приготовлением уроков. Я просто не очень люблю помогать с приготовлением уроков. Я считаю, что этим должен заниматься специально обученный педагог, потому что я не педагог от слова совсем. Но с другой стороны, Когда у вас есть вот эта вот боковая сплошная панель, вы на ней можете разместить дополнительные крючки, на которые повесить там тот же рюкзак или все что угодно. Поэтому тут такая палка о двух концах. Еще один нюанс, связанный с тем, что ноги у нас сбоку или вот эта вот сплошная панель. Это визуал. Очень часто стол у нас располагается так, что, входя в комнату, мы видим его торец. То есть мы входим на стол не на его длинную часть, он не располагается где-то вниз, а мы заходим. Вот так как у меня в комнате сразу, видимо, торец. Если это еще максимально большой стол, вот представьте у меня этот достаточно большой стол, имел бы вот эту вот панель, мы заходим, сразу на такой кирпич. И сразу достаточно большая просторная комната уменьшилась бы. Честное слово, это на самом деле очень многие не обращают на это внимание, вот на эти торцы. Я каждый раз говорю там про стеллажи, про диваны, про столы. Смотрите, на что вы входите. Если вы входите на торец стола, на торец стеллажа, на торец дивана, старайтесь выбрать модель, где этот торец максимально легкий. Это даст вам огромное, как бы, облегчение, огромное облегчение. Пространство ваше станет сразу намного визуально легче. Оно будет визуально просторнее. Казалось бы, такая мелочь, как закрытый торец, но все сразу у вас предмет перестает быть кирпичом, а становится легким и воздушным. Да, бывают столы, где у нас с одной стороны ноги, а с другой стороны сплошной торец. То есть, меняя вот эту вот ориентацию лево-право, вы можете тоже жонглировать. И, допустим, если вам нужен и сплошной торец, чтобы на него разместить крючки, повесить те же детские рюкзаки. Короче, вы этот торец можете разместить там, где вы его не видите, а торец, на который вы входите, сделать более легким. Я надеюсь, я понятно объяснила. Что еще? Мне кажется, круто и здорово. Мало кто почему-то покупает такие столы детям, но для меня, если честно, это удивительно. Это столы с регулировкой высоты. На мой взгляд, это супер-мега удобно. Смотрите, когда ребенок маленький, то есть, если мы берем самые-самые вот эти вот парты, мне кажется, они еще для дошкольников, то они очень часто, как правило, они с вот этой вот изменяемой высотой. Но если речь идет уже о школьнике, то очень часто к моменту, когда ребенок идет в первый класс, вот эта вот парта с изменяемой высотой, она ему уже вот прям очень на грани и мала. Вот я повторюсь, я считаю, что это парты скорее для дошкольников или вообще непонятно для кого. Тем более, очень многие дети сейчас уже достаточно высокого роста, когда идут в школу. Да, это очень индивидуально, я знаю, есть и девочки, и дюймовочки, и мальчики хрупкие, невысокие, такие маленькие. Но в среднем по больнице, когда я смотрю на первоклассников, они уже, ну, конечно, не с родителей, но уже достаточно высокие. Если мы берем взрослый стол с регулировкой высоты, то как раз нижнее его положение, оно как раз, оно прекрасно подходит для будущего первоклассника. И потом он растет, соответственно, стол мы прекрасно можем поднимать вместе с его ростом. Существуют и механические модели, которые поднимаются с помощью такого, как рычага, да? Ну, и сейчас уже полно электрических моделей. У меня конкретно столы киевские, но сейчас много у кого они есть. Они есть у Диванру, про Диванру мы неоднократно рассказывали. Сейчас, кстати, сделаю вам подборку столов и с Диванру тоже расскажу. У них есть прекрасный белый стол с изменяемой высотой в размере 120 на 60, как раз в том невпихуемом размере, который очень часто требуется. Вот эти вот 60, 120, это примерно вот так, на которых, в принципе, ребенку достаточно места, чтобы расположиться со своими тетрадками. Да, под него можно подкатить, подкатнуть тумбу, они тоже есть у Диванру, и когда это необходимо, тумбу выкатывать куда-то в бок. На мой взгляд, прекрасные модели. Да, на все, не только на столы, стулья, подкатные тумбы и другую рабочую мебель, а вообще на все вы в Диванру можете получить скидку 5% по промокоду просто. Дальше еще там несколько столов упомяну, когда о них зайдет речь. Так вот, вернусь к изменяемой высоте. Ребенок растет легко и непринужденно, стол растет вместе с ним. Но этот стол может вырастать не только для того, чтобы сидеть за ним, там, очень высокому человеку, но и для того, чтобы работать за ним стоя. Стоя работать, а, ну, во-первых, кто-то говорит, что это супер-мега-полезно. А, б, это удобно, но это, конечно, больше относится не к детям, а к взрослым. Когда ты там что-то поделал, потом, не знаю, там, занимаешься какими-то своими делами, там, подбежал, поработал, потом чем-то еще занялся, потом подошел еще на что-то, ответил на какие-то, не знаю, там, почту, письма или что тебе там прислали в мессенджер и так далее. Я очень часто работаю в таком режиме, когда подбежала, убежала, что-то сделала, опять подбежала. Хотя я, как бы, рассказываю про взрослых, но очень быстро дети, ну, не то, что они становятся взрослыми, а даже не то, что уже в старших классах, а в средней школе, их обучение, оно реально очень сильно уже напоминает, скажем, условно говоря, офисную работу. Они также там работают, учатся все, работают, учатся за компьютером, они также пользуются мессенджерами, у них тоже уже появляются там все эти школьные чаты, в том числе, там, с учителями, да, им высылают там домашние задания и так далее и тому подобное. То есть они уже начинают жить, учиться в том же режиме, как, условно говоря, и мы работаем. Еще один нюанс, связанный со столами для работы стоя. У меня мой старший сын такой супер-мега-активный, мне иногда кажется, что он, в принципе, не умеет сидеть сидя. Ну вот просто, ну не получается у человека. Так же, как я, допустим, не могу, как он кататься на вейке, вот он в последнее время очень сильно увлекся, или как он мне говорит, «Мам, ну на волну заехать, это же вообще элементарно, ну просто представь, что ты на BMX». Я такая, ну да, я представляю, что я на BMX и точно никуда не заезжаю. Ну, то есть ребенок, который не умеет сидеть сидя. Я думаю, у вас, у многих такие тоже есть. И в свое время я слышала рекомендации, это покупать им стоячие парты или стоячие столы, ну чтобы они действительно стоя учились, потому что, ну, сидеть они, похоже, действительно не умеют. Мой сын в первом классе сидел один за партой, и он сидел полурока на одном столе, полурока на другом, потому что это ему давало какое-то разнообразие в жизни, и за счет этого он худо-бедно как-то урок высиживал. А так он до сих пор не шибко усидчивый, уроки учит, какой там сидя, стоя, лежа, где угодно. И если, в принципе, учит, то, я считаю, уже прекрасно. Хранение. Ну, я думаю, все уже тут все заметили, кто-то, наверное, уже написал в комментарии по поводу, что все-таки над столом. Я за то, чтобы над столом располагать магнитную доску, не пробковую, а магнитную. Когда кто-то у меня как-то в комментарии писал, что лучше, пробковая или магнитная доска, я однозначно за магнитную. Почему? Просто потому что на магнит наступить, это не так неприятно, как наступить на кнопку. По-моему, выбор очевиден. Соответственно, на них что-то вечно прилепляется, на них что-то рисуется, там и какие-то бумажки, и памятные штучки, и фотографии. И магнитики, и расписание, и все на свете. Обратите внимание, существуют вот такие вот прекрасные магнитики-крючки. Они, 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 они продаются. Ну, короче, на всяких маркетплейсах оставим ссылку на какой-нибудь Яндекс.Маркет, где они точно есть. Соответственно, их также можно прилеплять на доску, на них еще что-то дополнительно вешать. Еще мне очень нравятся вот такие газетницы, это икеевские. Если найду сейчас какой-нибудь аналог, обязательно вам ссылочку прикреплю. Очень удобно, опять-таки, для хранения тетрадок, книжек. Вот у меня Карина распределила, тут у нее книжки, тут, ну, типа, тетрадки. Но это еще 1 сентября не наступило, скорее всего, когда наступит учебный год, тут все будет опять вот так вот как-то вперемешку. Вот, во-первых, все перед глазами, все видно, все понятно, все очевидно. Сейчас кто-то скажет, а где там еще все остальное хранится, там товары для творчества, куча всего еще. У нас есть прекрасные шкафы, какие-то полки, что-то еще. То есть не обязательно ту же гуашь хранить непосредственно на столе. Вот, то есть у вас могут быть, не знаю, там комоды, часть отделения шкафа, я не знаю, абсолютно все, что угодно, где вы можете хранить не только там футболки, носки и трусы, но и часть каких-то школьных принадлежностей. Я вообще не понимаю, почему есть какая-то такая логика, типа, все школьное должно располагаться исключительно на столе. И больше никак. Нет, оно может располагаться плюс-минус где угодно. На столе должно располагаться то, что требуется вот прямо в данный момент, плюс-минус рядом должно располагаться то, что требуется, ну, скажем, наиболее часто. А условно говоря, запасы тетрадей или то, что требуется раз, а то и два, там, нет, не так. То, что требуется раз в неделю, а то и раз в две недели, может находиться, ну, не обязательно прямо вот под рукой. Стулья. Тут я вряд ли вам расскажу, покажу какую-то феоричную подборку, но меня просто очень часто спрашивают. Вот конкретно у моих детей стулья-стоки TripTrap покупались они еще до рождения младших. Короче, у старшего моего был какой-то вот этот вот типичный детский стул, вот этот вот с мягкими вот этими всякими штуками, которые я сначала мыла, потом меня стало это все беседе мыть. Вот, когда я была беременна двойней, я купила всем троим вот эти стулья-стоки TripTrap. Это, наверное, была одна из лучших моих покупок. Наверное, кто-то сейчас мог бы подумать, что стоки мне заплатила, но стоки, мне кажется, ушло из России, и при всем желании заплатить по мне не могло. А зря. Короче, за что я их люблю? Ну, во-первых, как бы, это вот реально стул с рождения. Сначала на вот этих вот стульях стояли вот эти детские люлечки, потом это все было переставлено по-другому. Тут были вот эти вот пластиковые трусы, которые фиксировали, когда они ели, потом это все переставлялось. Вот эта нижняя часть была наверху, был такой неглубокий стул, и сейчас они собраны уже практически во взрослые стулья. У меня десятилетки, они ростом уже практически с меня. Ну, вот так вот вымахали. И на самом деле на этом стуле, можете, эти взрослые, я тоже в нем эпизодически, периодически сижу. Да, как я уже сказала, он просто с нами с рождением детей, и это, мне кажется, одна из лучших инвестиций. Это раз. Два. Они и для взрослого выглядят эстетично. И, кстати, когда вот у меня дети были маленькие, это было очень удобно, потому что была вот эта пластиковая люлька. Когда было надо, это был стул для младенца. Вот. Когда, допустим, дети спят, не участвуют в застолье, люлька очень легко одним движением снималась, и это становился взрослый стул для гостей. Это очень круто, здорово, универсально. Короче, я их фанат. Кто-то мне пишет, а вот есть аналоги, туда-сюда. Да, честно скажу, я не изучала, я вообще при прочих равных всегда за первый источник. Плюс про какие-то аналоги, конкретно какие, не знаю, не скажу. Писали, а вот там постоянно спотыкаешься об вот эти вот ноги. Не знаю, я ни разу не спотыкалась, даже когда жила в небольшой квартире, и, мне кажется, все было заставлено стульями. Короче, я их фанат. Что касается стульев вот этих вот классических а-ля офисных, лично мое мнение, если это стул, у которого есть колеса, то, мне кажется, абсолютно любой ребенок, и, мне кажется, практически всякий взрослый, будет на нем кататься. Поэтому, наверное, если все-таки выбираете вот такой вот обычный стул, то выбирайте стул без колес, потому что кататься на стуле, ну, какой же, это прям очень огромный соблазн, мне кажется, даже для меня. И, наверное, выбирайте хороших, нормальных компаний, марок, максимально эргономичный, потому что стул это, ну, в первую очередь эргономика. И, кстати, то же самое я могу сказать про стулья, те же самые стоки. Я понимаю, что их придумывал дизайнер, имя дизайнера не вспомню. Ну, короче, что они продуманные, за ними действительно реально удобно сидеть. А вот эти все типа а-ля копии, не копии, похожи то да не то, фиг знает. По детским стульям вот конкретно по этим не проверяла, но абсолютно точно знаю по тем же витровским типа имзам, и по тем же типа мастерсам от типа картеля. Вот, мне тоже часто писали, ой, Ксения, типа тра-та-та, они же неудобные. Я говорю, в смысле неудобные? Вы на оригинале сидели или на копии? Ой, нафига эти оригиналы? Мы там купили копию там типа за 3000 рублей. Она нифига неудобная. Ну, блин, вы посидите на оригинале. Тогда давайте тогда уже спорить, удобно или неудобно. Поэтому кажется с виду как бы то, но по факту нифига не то. Вот, я к тому, что говорю, если выбираете вот эти стулья классические а-ля офисные, выбирайте все-таки от компаний, которые не просто делают их, или привозят непонятно откуда, которые все-таки заточены на нормальную эргономику, а не только на визуал, потому что стул это все-таки то, что влияет на вашу посадку, на вашу спину, на ваше здоровье и все такое прочее. Так, что дальше? Вернемся к визуалу. Помимо того, что далеко не у всех есть большие просторные детские комнаты, далеко не у всех есть, в принципе, отдельные детские комнаты. Бывает такое, что рабочий стол ребенка располагается где-то в гостиной, в спальне, где угодно, либо еще один рабочий стол располагается в гостиной, потому что в детскую влез только один, а детей двое, или детей двое, и вроде как бы два детских стола в детскую влезет, но дети, они абсолютно... Ну, они не всегда мирно, способны мирно рядом друг с другом делать уроки. У меня, допустим, двойняшки не всегда способны рядом вместе спокойно делать уроки. Очень часто их логично развести где-то по разным углам. Сейчас у них разные комнаты, но если бы комната была одна и без вариантов, я бы вполне вероятно рассмотрела установку, постановку второго стола где-нибудь подальше от первого. Соответственно, если это не детская, если это гостиная, там нам хочется эстетики, и не хочется, чтобы вот это вот все такое утилитарное детское появлялось там. Это к чему? Ну, нашла у Диван.ру в разделе «Столы письменные» прекрасный, замечательный стол Джаспер. Вот честно, на мой взгляд, он совершенно не похож на письменный, при этом у него даже есть ящик, куда можно вот смести какую-то часть там канцелярских принадлежностей. Да, в этом случае, если он у вас расположен в гостиной, нужно будет внимательно думать о визуале, нужно будет внимательно думать, куда раскладывать вот это все на свете, что обычно на столе, потому что, понятно, идеально чистым он не будет. В этом случае я что рекомендую, все эти карандашницы, все эти какие-то емкости, контейнеры выбирать именно с подтекстом, что они не детские, чтобы они подходили в общий интерьер. А различных там плетеных корзиночек, различных плетеных карандашниц, коробочек и так далее у нас весьма-весьма много. Вот. На мой взгляд, очень прикольный, замечательный стол. Не обязательно, кстати, и для ребенка, для взрослого тоже он прекрасный. Есть еще тут минимальный стол, называется Danton 15, у него размер 48 на 80 сантиметров. Понятно, 48 это вот еще на 12 сантиметров меньше, чем вот эти 60. Это прям вот минимум-минимум, и большая тетрадь, и большой учебник уже туда не влезает, уже придется как-то где-то что-то смещать, выкручиваться. Но я прекрасно понимаю, что есть ситуации, когда не до жира, быть бы живым. И, ну, влезает только такой, нужен реально минимальный стол. А в этом случае, да, лучше, чтобы он был самый минимальный, просто, лаконичный, уж точно без вот этих вот всяких тумбочек. Как раз это тот случай, когда ты тумбу подкатил, она заняла практически все это место под столом, но когда ты за ним сидишь, то я выкатила, катила куда-то в бок, использовала, потом тумбу закатила обратно. Да, тут сплошные боковые стенки, но когда у нас ситуация супер в пихуемости, там мы используем все и порой забиваем на эти виды с торца, не с торца, потому что других вариантов у нас просто нет. Обратите на него внимание, он еще и очень бюджетный, стоит 4 490, и при этом просто белый, просто никакой. Но еще, раз уж я тут стала говорить о столах с подъемным механизмом, хочу отметить стол Шепард и стол Голд. Просто потому, что я таких вот не то, что никогда не видела, но вот так, чтобы они просто продавались, взял и купил, нет. Да, это столы прям минимального размера, это не рабочее место школьника, это скорее про рабочее место мамы или, не знаю, какое-нибудь дополнительное рабочее место подростка, который уже, я не знаю, только с ноутбуком сидит и что-то там. Короче, для тех, у кого уже нет вот этих вот тетрадочек, для каких-то дополнительных занятий чисто за компьютером, я не знаю, посидеть онлайн, позаниматься там тем же английским. Прекрасный, замечательный стол Голд, чисто белый, диаметр столешницы 60 сантиметров, или регулировка высоты. Вот насколько я смотрела, она буквально от столика а-ля придиванного, то есть он может рядом с диваном стоять, как, я не знаю, как кофейный столик, да, а когда надо, он вырастает до стола, за которым можно посидеть на стуле, или до высокого стола, к которому можно периодически подбегать, что-то такое написал, убежал. То есть для квартиры небольшой площади, где нужна вариативность рабочих мест, то есть есть там двое-трое детей, есть мама, папа, которые не работают с утра до ночи за компьютером, и каждому нужно прям полноценное рабочее место, да, если еще дети разновозрастные, один там ребенок из начальной школы, которому нужно вот это вот огромное количество мест, и там полепить, там прессовать еще что-то, а один, допустим, студент, кому уже, то есть студентов у меня еще нет. Я думаю, студентов сейчас есть книжки, тетрадки, или они уже все сплошь и рядом в ноутбуках пишут на лекциях. Я понимаю, вот я бы сейчас пошла учиться, я бы, наверное, сразу все записывала в телефон заметки или в ноутбук, как студенты сейчас, или все по-прежнему конспекты в тетради конспектируют. Короче, когда нужно дополнительное рабочее место, не нужен стол, который вот прям постоянно используется, но иногда что-то надо, там, не знаю, совещание провести, созвон какой-то, где-то что-то позаниматься онлайн, то прекрасный столик стоит себе кофейным столиком, когда надо, перенесли, поставили, спрятались, вот, сели, позанимались, потом вернули на место, и не надо еще какое-то дополнительное, достаточно большое рабочее место городить. К слову, о ремонте в детской, попытках сделать в детской ремонт один раз и на всю жизнь. Вот смотрите, три года назад, чуть меньше трех лет назад, тут все было отремонтировано, вот, это, это слайм. Вот это, это я могу показать, это какая-то, я не знаю, что это такое, но я тут пыталась это отодрать, и оно оттирается вместе со стеной, и, судя по всему, вот это все примерно так же произошло. Не знаю, откуда это, откуда... А, это, знаете, вот эти, короче, из тиктоков штуки, короче, надувать из этой фигни липкой пузыри, вот, это оно. А вот это, я не знаю, как они это сделали, но это бисер, вмазанный в стену. Они вот придут домой, мне просто интересно, как это могло случиться. Вот если перед кем-то из вас поставить задачу, вы можете взять бисер и вот заподлицо со стеной его вмазать в стену. Вот уже после того, как стена штукатурена или покрашена, вот попробуйте. У меня была мысль, что, значит, сейчас, наверное, надо это все подреставрировать, перекрасить, или даже такая, типа, у, повод ремонт сделать, сейчас мы тут обои красивые поклеим. Кто-то думал, а точно надо. Постаралась расписать все максимально подробно, рассказать какую-то философию выбора, чтобы вы могли пользоваться какими-то советами, выбирать столы не только со мной, но и без меня, вот, где угодно. И не покупали вот эти вот стандартные столы с надстройкой, не располагали их непременно у окна и серии каждому члену семьи по полноценному столу. У нас в квартирах порой столько окон нет, сколько членов семьи. Если еще каждому расставлять такие столы, то так себе планировочка получится. Короче, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова